А теперь 10 пунктов, они самые важные, а после них еще 40. Но это надо, я сам на память не могу, вспомню, забываю, два раза буду сегодня про это говорить. Смотрите, там будет серьезное обвинение, потом про него. Но уже здесь хочу сказать, если заглублены семена при посадке, уже ясно. Я буду дальше глубже копать будем. Но пока просто постарайтесь запомнить, что нельзя заглублечь. Если санкции посажены в ямки для полива, это все наша действительность. Если санкции – это укорененные палки. Да здравствуют укорененные палки под названием карликовые подвои. Господи, прости меня, чуть не матерюсь. Если они изначально больны, в смысле привиты, понимаете, что такое прививка? Еще раз, это калека. Ну что ты поделаешь, это калека. Другое дело, есть специальная работа по совмещению абсолютно дикого подвоя с абсолютно культурным приводом. И тогда несколько поколений, особая работа. Еще одна Нобелевская премия. Ну пусть государственная, я не против. И тогда получается, что... Вот то и получается. Ни одного грибочка на миллионах листьев. Понимаете? Есть из более южных мест. А вы где найдете? Мы с вами будем сейчас это проходить, потому что пришла пора весеннего обострения у садоводов. Хоть как можно больше предупредить. Ведь добился я того, что где-то хоть чуть-чуть начали отменять дебильную покраску. Но это дикоросов. А культурные еще страшнее. Они-то более беззащитные. И для них на культурные растения покраска-побелка действует гораздо страшнее, смертельнее, чем на дикоросы. Дальше. Из южных мест. Понятно. Вспомните эти стихийные рынки, вспомните обочины дорог. Вспомнили? Дальше идем. Если искалечены почва, крона и корни. Корни при пересадке и специальной технологии по их улучшению. Кроны специальной технологии по их улучшению. Бог не знал, что создавал. Почва. Сами понимаете. Если прививки межвидовые. Давайте вспоминать, друзья. А что вспоминать-то, Господи? А крупнейший в России питомник, самый крупный в России питомник. Я уже лишнего не говорю. Иногда я связывал какими-то узами с ними. В течение огромного количества лет, огромное количество сальмусов, привал на Вишню-Бесею, привал абрикосов. И я представил себе мои деревья. Они два-три этажа абрикосов. А представим себе, что когда-то я бы их привил не на абрикос, на мазусский, чем мощнее подвой, тем и так далее. А если подвой меньше привоя, ну что там говорить. Представим себе двухметровый кустарник в возрасте 20 лет. И 20 лет абрикос на нём, вот этот двухметровый кустарник, я вот так вот беру, вот эта толщина, допустим, ну пусть это будет через 8 лет. А вот это вот, как бы вам показать, видно? А вот это вот привой, вот на нём держите, вот так, знаете. Вот это и есть то самое. На кустарнике груши привают. А груши – это такое огромное дерево. Что получится? Ничего. Но саженцы продают. А потом она немножко поживёт, и когда она начинает подыхать, вот эта межвидовая, на него такая любовь обрушивается. И торгаши продают вам миллионы тонн. Я не преувеличиваю. Нет, не килограмм. Ядохимикатов, этих же побелка, это же в этих самых подкормах, как будто он после этого расти будет, когда он обречёт. Это межвидовые прививки. Если саженцы побелены изначально или после, про это я уже рассказал, если посажены гепатогенные зоны. Наталья, Ольга, страшнейший, важнейший момент. Мы это проходили со всеми. Уже есть фильмы, где я учу пользоваться рамками. Более серьёзные приборы пока не придумали, к сожалению. Это важнейший момент. Гепатогенная зона, и где-то рядом с вами сосед только недавно увезли в больницу, а соседа справа, в девятиэтажном доме, допустим. Ну, то есть, где дома-муравейники, 20 этажей, 500 всех живёт. Из этих 500, 5-10 в больницу, скажем, в течение года, и 5-10 на кладбище. А вот тут, понимаете, какая реакция должна быть? Для вас гепатогенные зоны до сих пор не существовали. Согласны? А когда я говорю, есть два варианта. Железо внесёт чушь, как обычно, да? И второй вариант. А давайте проверим. А давайте, что у нас тимирязевка, которая ваша альбоматор, она должна стать самым, я таких накидаю вопросов, они уже подробнее, уже и что такое настроение ментора, и что такое насыщение ментора, и как из 30-граммовых абрикосов сделать 130-граммовых. Вот всё это. Вы должны стать, вы понимаете, если вы гордитесь, что вам дали образование, ну, помогите в эти меряки, меня-то они не послушают. Это я ещё могу в качестве прицепа к вам, чтобы попасть, я или Сергей, или Савинич, или Матвеева. Поверьте, наши девчонки, наши мальчишки, ну, для меня, им уже там 30-35 лет, они настолько, как сказать-то, трудолюбивы, настолько умны, настолько образованы. Это ваш уровень. Вы же сами сказали, у вас шикарное образование. Давайте вместе. Вот. Ну, и, наконец, если уничтожены муравейники. Ну, один покажу. Вот, понимаете, подходит человек и начинает их, вариантов придумано много, повторять не буду. Я просто показываю муравейники в своём саду. Ну, не может быть, что когда у меня на листах меня снимало, это, телевидение, абаканское телевидение приехало ко мне, так, снимало мои рекордные урожаи. Это на диске есть, это не я, это мне материал телевидения дало. Это я не подобрал трёх артистов, которые изображали телевидение. Это настоящие, ребятки, телевизионщики, журналисты. Вот. Мы снимали мой мировой рекорд по этим, по колонавийным яблодям. Хотите, научу? Ну, там-то он и виден, наверное, на фотографии. Ой, наверное, на... Вот. И вот я показываю, говорю, вот это вот моя крепость. Показываю, там в пределах видимости их один штук было, муравейников вот таких. Вот. Ну, не могут они. Они, я говорю, ищите, я такой щедрый был. Год был удачный, я доволен телевидением. Я же могу им похвастаться, почему нет? Найдите хоть одну дырку. А потом, я не стал стирать. Это на диске, на моём учебном диске, называется «Уроки железа». Да? И на нём слышу только голос со стороны. О-о-о, нашли дырочку. Ой, облом какой у железа. Я такая, одну дырочку нашли, у других всё сожрано, половину листьев. А здесь нет. И кто-то муравейники ненавидит. Понимаете, почему у меня пункт 10? Девчонки, то есть эти дамы. Смотрим дальше. Вот. Теперь смотрите сюда. Вроде бы я на первый вопрос как мог ответить. Если получается так, всё-таки обвинять меня в том, что я хитрю, по-моему, не получилось, да? Вот это вот всё существует в садах. Отсюда возникают проблемы, которых у меня просто нет. Вот они, муравейники. Гепатогенные зоны я давно выявил. Саженцы не беру. Вот. Привки Медвизовыми я занимался, но только для того, чтобы подтвердить или отменить, пришлось отменить законы Менделя. Да их ещё Мичурин отменил, но я от себя добавил. Ну вот видите, как интересно, да? Мы ещё про Менделя, про его законы поговорим. Я вас так запутаю. Сейчас будет. Как интересно.